КОНЕЦ И вот наступили окаянные дни, так воспринял большевистский переворот писатель Иван Бунин. Окаянные дни. И даже наш великий пролетарский писатель Горький тогда, в 1917 и 1918 годах, был явно не в восторге, глядя на то, что творили большевики в России. И тогда он еще не скрывал своих мыслей и чувств, хотя и понимал, что это несвоевременные мысли. Горький так и назвал свои заметки о революции культуре. Несвоевременные мысли. Эти заметки печатались в газете «Новая жизнь». Редактором газеты был Горький. Обойти еврейский вопрос писатель не мог. Слишком много среди революционных деятелей всех мастей было евреев. Для их вразумления Горький пересказал в своих заметках известную притчу. В вагоне стащили чемодан. Выяснилось, что стащил поляк. Но никто не сказал, что украл поляк. Сказали, что украл просто вор. Другой раз похитителем оказался русский. Но и теперь обличали в краже не русского, а просто вора. Но если бы нашли чемодан в руках еврея, можно не сомневаться. Сказали бы, что украл еврея, а не просто вор. Горький. Долго разжевывает смысл этой истории. Сегодня в этом нет никакой необходимости. И так все ясно. Никого не волнует, что Дзержинский был поляком, а Лацис – латышом. Но еврейское происхождение Троцкого – это другое дело. Все евреи, участвовавшие в разгроме России, давным-давно названы поименно. С псевдонимами и без оных. Образ комиссара-еврея и при этом последнего негодяя был изваян прямо с натуры, так сказать, по горячим следам. Этим занялся не кто-нибудь, сам Сергей Есенин. Поэт деревни разных там кленов, закатов, персидских мотивов. Большой знаток Кабацкой Руси. В начале 20-х годов Есенин написал поэму «Страна негодяев». Вот тут и предстает во всей красе комиссар с говорящей фамилией Чекистов. Держится он самоуверенно, нагло. И решительно сразу видно, что он власть. Чекистов и скрывает своих намерений. Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укращать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы божии. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Как видите, о моральных и интеллектуальных качествах этого есенинского монстра говорить не приходится. Откуда же он такой взялся? К европеизированной еврейской интеллигенции, хороша она или плоха, чекистов не имеет никакого отношения. О традиционной еврейской культуре и говорить нечего, она ему неведома. Во всяком случае, в синагогу комиссар не ходит. Чекистов это типичный маргинал. Вчерашний полуинтеллигент или молодой еврейский рабочий. Вот таким был Каганович Лазарь Моисеевич, который нигде никогда не учился. Буквально нигде. Но это даже не главное. Чекистов презирает все и вся. В первую очередь презирает все русское. Русские святыни, вера, культура. Для него это все пустой звук. Это ему совершенно чуждо. Вот таков он комиссар из евреев. Идеальный строитель нового мира за колючей проволокой. Идеальный разрушитель мира русского. А теперь отбросим в сторону есенинскую поэму «Страна негодяев» и обратимся к его другой поэме – «Инония». Она была написана на несколько лет раньше, в 18-м году. И там можно познакомиться с негодяем иного рода, с русским негодяем. Каковым предстает там сам Сергей Есенин, собственной персоной. В этой поэме Есенин не только провозглашает себя проповедником новой религии светлого будущего, града и нонии. Это еще полбеды. Веруй во что угодно, вольному воля. Но при этом Есенин грубо и безобразно кощунствует. Ему нужно непременно растоптать старую веру. То, каким тоном и какими словами он пишет о Христе невозможно читать. Увольте. Не будем цитировать о том, как Есенин снимает с Христа штаны и тому подобное. Но после этого в России можно делать все, что угодно. Можно превращать храмы Божии в места отхожие. Можно проводить вскрытие святых мощей. Можно ставить к стенке всякую контуру попов и князей церкви. Дело это специфическое. И тут без негодяев не обойтись. В 1922 году Ленин и его партийная гвардия решились на самую дерзкую, гнусную и бессовестную антицерковную акцию. Это будет сопровождаемая репрессиями невиданная по размаху кампания по изъятию церковных ценностей. Заседания тогдашнего политбюро будут напоминать работу какого-нибудь генерального штаба по руководству крупномасштабной военной операции. Собирались, как и положено, каждую неделю. И почти всегда на повестке дня был один и тот же вопрос, как нанести церкви наиболее ощутимый удар. Ставил задачи и определял сроки председатель совнаркома Ленин. Его голос был, как известно, решающим. Но весной и летом 1922 года Ленин присутствовал далеко не на всех заседаниях политбюро по разнообразным, весьма уважительным причинам. Тем не менее, архиважного дела борьбы с церковью он не выпускал из своего поля зрения. В данном случае этого было достаточно. Еще бы! Непосредственное руководство разгромом церкви он поручил своему лучшему комиссару, наркому по военным и морским делам, Льву Давыдовичу Троцкому, герою гражданской войны. Правда, в отличие от того недавнего благословенного времени, здесь, на церковном фронте, Троцкому предстояло действовать тайно. Все официальные документы будет подписывать председатель официк Калинин. Вы, конечно, понимаете, почему. Большевики решили не искушать судьбу. Посылать в бой, сражаться за победу мировой революции приказом комиссара Троцкого, это еще куда не шло. Но громить православную церковь под руководством еврея Троцкого, это уже слишком. Это лучше не афишировать. А все-таки, как ни крути, без Троцкого обойтись невозможно. Ни тогда в гражданскую, ни теперь. Если бы было можно, обошлись, обязательно обошлись. Но такой энергии, целеустремленности, в сочетании с политической хитростью, хваткой, ни у кого в тогдашнем политбюро больше не было. Ленин, понятное дело, не в счет. Остальные, пустой номер, ограниченно пригодны. Один бы пошел на пролом, другой завяз бы во второстепенных деталях, третий, третий заседал бы с утра до ночи. Нет, тогдашней ситуации. Кроме Троцкого никто бы не справился, только он. В 21-м и в 22-м годах Россию поразил страшный голод. Голодали миллионы людей. Одним словом, беда. А с точки зрения негодяя, исключительно благоприятные обстоятельства для открытия антирелигиозного фронта. Ведь это как удачно можно сыграть на народном бедствии. Сколько возможностей, действуя от имени голодающих, легко шельмовать, шантажировать руководство церкви, прежде всего ее предстоятеля. Патриарха Тихона. Мол, отдайте то, что хранится в церкви. Золотые, серебряные, позолоченные ризы, драгоценную утварь. Отдайте все, якобы, в помощь голодающим. Вот именно, якобы. Голодающим достанутся крохи. Большая часть церковных ценностей пополнит казну безбожной власти. Уйдет в Коминтерн на мировую революцию. Многое будет элементарно разворовано. Патриарх это предвидел. В своем послании он скажет об этом прямо. Главное не, что давать, а кому давать. Церковь стремилась напрямую, без посредников, помочь бедствующим людям. Но этого церкви сделать не дали. Троцкий будет умело пресекать все добровольные начинания церкви. Пресекать самодеятельность, благотворительность. Наконец, 23 февраля появится декрет в ЦИКа. Объявлялось, будем изымать все подряд. Всякое сопротивление будет считаться контрреволюционной деятельностью. В ту пору каждый понимал, что стоит за подобными формулировками. И все-таки сопротивление будет. Сопротивление не могло не быть. Одно из самых первых и серьезных возмущений произойдет в городе Шуя. Здесь, в Кремлевском кабинете Ленина, много книг. За спиной вождя шкафу справочной литературы, в том числе энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Можно справиться о Шуе. Вот здесь уездный город Владимирской губернии. По последней переписи почти 20 тысяч жителей, 9 каменных храмов, монастырь. Большинство шуйских приходских церквей были небогатыми. Зато городской Воскресенский собор поражал своим великолепием. Особенно щедро была украшена хранившаяся в соборе особо чтимая чудотворная икона шуйско-смоленской богоматери. Одним словом, большевикам здесь было чем поживиться. 15 марта на колокольне Воскресенского собора ударили в набат. Тревожные звуки колокола разносились по всем улицам небольшого фабричного городка. Эти звуки были слышны на местных текстильных фабриках и даже в пригородных селах и деревнях. Масса встревоженных людей плынула к соборной площади. К этому моменту на площади произошло уже первое столкновение защитников собора с конной милицией. Люди, вооружившись кольями, теснили милиционеров, которые пытались расчистить дорогу к собору для членов уездной комиссии по изъятию ценностей. Не пробились. И даже красноармейцы, присланные на помощь милиционерам, ничего не смогли сделать и отступили. Несколько красноармейцев при этом были разоружены и избиты. И тогда на площадь уехали машины. Два грузовика с пулеметами. Сначала обстреляли колокольню, на которой все это время продолжал гудеть набат. Набат смолк. Отчаявшиеся люди бросились к машинам и не успели. Не успели. Первую очередь дали поверх голов. Второй косили людей. О событиях в Шуе ЦК РКПБ узнает через два дня, 17 марта. Узнает из шифротелеграммы секретаря Ивана Вознесенского губкома. Текст сообщения содержал нужную оценку событий. Столкновение произошло под влиянием попов-монархистов. В самое ближайшее время эта информация ляжет на стол председателя Совнаркома. Я уверен, что Ленин воспринял эту информацию с большим удовлетворением, как подарок судьбы. Это был прекрасный повод, чтобы нанести православной церкви очередной большевистский удар. И обратите внимание, с какой быстротой для того времени развиваются события. 15 марта произошло столкновение в Шуе. Через два дня об этом узнают в Кремле. Еще через два дня за этим столом Ленин напишет знаменитое послание членам Политбюро. Политбюро. Послание секретное. Ему очень не хотелось, чтобы этот текст стал достоянием гласности. А потому крупными буквами строго секретно. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро делать свои заметки на самом документе. Ленин. Это только преамбула. Далее суть дела. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому изложу свои соображения письменно. Черносотенное духовенство во главе со своим вождем. Это патриарх Тихон. Совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент. Событие в Шуе лишь одно из проявлений и применений этого общего плана. Судите сами. У духовенства план дать нам сражение. Вам не кажется, что это почище материализма и империокритицизма? Далее. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, мы можем разбить неприятеля на голову. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. И вот еще одна ключевая фраза. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучшее. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Далее Ленин, как всегда, деловито дает конкретные поручения. Троцкому, как руководителю всей операции, Калинину, Дзержинскому и его заму Уншлихту, чтобы работники в АЧК глаз не спускали с патриарха Тихона. И докладывали о нем политбюро еженедельно. А в Шую надо послать толкового члена в ЦИК, чтобы навел там порядок, чтобы арестовал представителей местного духовенства, мещанства и буржуазии. А затем, как можно быстрее провести процесс над шуйскими мятежниками, а закончить все расстрелом этих черносотенцев. Ох, как трудно овладеть нашим российским пространством. И сколько в России было старинных городов, сел, храмов, монастырей. Сколько святынь. В одной Москве было 40-40. Грабить в таких масштабах – это не чемодан в вагоне украсть. Тут сам товарищ Троцкий едва управлялся. Точнее, управлял. Управлял целой ордой совдеповских чиновников, чекистов, красноармейцев. И со всех нужно было требовать и требовать. И всем отдавать конкретный приказ. И писать инструкцию. Как проводить изъятие? Кто за что отвечает? И где изымать сначала? Где потом? И когда потом? Когда начинать изъятие в Москве? Когда в Петрограде? Кого и сколько расстреливать? И куда вести груды церковного серебра и золота? Вот сколько вопросов! А он один сердечный. Лев Троцкий. Он же Лейба Бронштейн. К тому же связан по рукам и ногам. Должен таиться, соблюдать конспирацию. Кабинет, стол, перо, бумага. Все. И выступать по церковному вопросу он может только на политбюро среди своих. А иначе нельзя. Никуда не денешься. Еврейский вопрос. Когда-то, сразу после Октябрьского переворота, Кроцкому, кумиру балтийских матросов и солдат Петроградского гарнизона, Кроцкому явилась депутация старейшин Петроградской еврейской общины. Во главе с Равином. Посетители завели разговор о том, что участие евреев в большевизме и особенно в большевистском правительстве, Создает угрозу для еврейского народа. Подумаешь, однако, какие пустяки еврейский народ. О чем тут говорить, когда на дворе мировая революция? Да Троцкий попросту отмахнулся от своих единоплеменников. Ответил, что, мол, евреи его совершенно не интересуют. Интернационализм знает только классовые различия и классовую общность. А потому он, Лев Троцкий, ни в каком смысле не является евреем. Он интернационалист. Вот так. Хорошо. Допустим. Но кого это интересует? Тем более в смутное время, когда кругом кипит ненависть и злоба, подогреваемые самими большевиками. В смутное время классическая пора антисемитизма. Сегодня мы это хорошо чувствуем. Вот и выходит, что мудрыми людьми были те самые еврейские старейшины. Они как в воду глядели. Об их правоте, говорит, бесчисленное множество фактов. В первую очередь массовое избиение евреев белогвардейцами. Ни в чем не поминных мирных жителей истязали. И мстили за комиссаров евреев. Этих самых комиссаров никто никогда не считал и не будет считать интернационалистами. Для массового сознания они в первую очередь евреи. С криков «Бей жидов и коммунистов» началось сопротивление изъятию церковных ценностей в Москве. У храма Богоявления в Дорогомилове в апреле все того же 22-го года. Разумеется, и это выступление будет подавлено. Будут произведены аресты, а потом расстрелы. Большевистская власть была уже очень сильна. Однако сам факт пребывания в этой жестокой власти большого количества евреев, особенно в карательных органах, в ЧК, особенно зловещая фигура Троцкого, это не могло пройти бесследно. Это привело к распространению в Советской России антисемитизма. И можно сколько угодно доказывать, что тем же самым Троцким была дана директива об изъятии ценности из московских синагог, что он был буквально одержим идеей мировой революции. Все аргументы повисают в воздухе. И в этом есть свой особый смысл. Большевикам не дано было решить еврейский вопрос. Напротив, они его предельно обострили. Это церкви Христовой, с которой они боролись, несть ни Эллина, ни Иудея. Это рядом с Христом исчезают все национальные фобии, и нет места антисемитизму. А в Савдепии, рядом с большевистскими вождями, антисемитизм торжествует наравне с другими страстями и пороками. Это хорошо понял и использовал Сталин, победивший и изгнавший Троцкого. При Сталине антисемитизм займет почетное место в арсенале новой идеологии национал-большевизма. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...